Всем привет! Меня зовут Карсанов Артур и я студент РКПУ Ленингерцена! Артур у 17 и он поступил на бюджет. Теперь каждый день из универа возвращается в съемную уютную студию на окраине Питера. Если я привык, что в своем родном Абутнанге я за 5 минут добираюсь до школы, то тут мне его хватает, чтобы спуститься только на лифте. Артур учится на социологическом факультете и после окончания вуза планирует вернуться домой и там уже строить карьеру. На Ямале за студента переживает мама, но виду не подает. Все в чистоте, как говорится, ребенок сыт, мама не переживай. Наш следующий герой Святослав – рисковый парень. Он задумал быть звукорежиссером. Подал документы только в один вуз и на один факультет. Другие варианты даже не рассматривал и поступил. Весело. Потому что за счет того, что я живу в общаге, в доме студентов, попрошу, это так называется, у нас постоянно какие-то внутри компании веселые моменты происходят. Недавно у нас была трансплантация, это мероприятие, где люди танцуют этажами. Я приходил на репетиции, мы веселились, смеялись. Но это очень веселая жизнь. Веселая студенческая жизнь порой не оставляет времени на звонки родителям. Мама Святослава, Наталья, хотела бы, чтобы ее студент звонил домой почаще. Мой сын, наверное, сейчас самый занятой человек. Он студент первого курса, у него столько много новых эмоций, развлечений. Поэтому с мамой он, наверное, созванивается не так часто, как хотелось бы маме. Потому что маме, конечно, интересно все. Что он покушал, с кем он общался, какие предметы, где он сегодня был. Ну, много вопросов. Чисто житейского характера. Постирал, погладил. Святослав и Александра учились в одном классе в Уренгое и, не сговариваясь, поступили в один вуз. Вместе легче. Ну, я вообще не такой человек, что ура, я в Питере. Я просто ходила, думала, да, наконец-то я поняла, что я все сделала для того, чтобы сюда приехать. И здесь быть, учиться. Кирилл студент со стажем. Он третий курсник и будущий юрист. Живет в общежитии. К ритму города привык. Учиться ему нравится. Как, собственно, у нас происходит жизнь в общежитии. Обычная моя комната. Вот. Все круто, все классно. Судя по рассказам предков, то, что у них происходило в общежитиях, это, конечно, очень цензурно, что там происходило. Но сейчас уже, конечно, все по-другому. Все под камерами. Никто не ворует. Все хорошо. Тем, что я здесь живу, да, я доволен. Абсолютно точно. Студенческое время летит быстро и весело. Но первая сессия все поставит на свои места. Что желает студенту? Удача на экзаменах. И еще. Маме. Звоните чаще. Наталья Славова, Иван Славов, Роман Чернов. Время Ямала. Санкт-Петербург.